Все присутствующие прощаются с талисманом Олимпиады 80, славным, приветливым медвежонком. Это я. Как и большинство жителей нашей страны, я родился в государстве, которого уже нет и которого никогда больше не будет. Именно поэтому, кроме обычного сожаления о прошедшем детстве, у многих из нас еще и тоска из-за распада той страны, в которой это детство прошло, где мы смотрели добрые советские фильмы и много мечтали. У нашего поколения, родившегося в 70-х, была такая игра. Мы высчитывали, сколько каждому из нас будет в 2000 году и пытались представить, какими будем мы и каким будет мир вокруг нас. Ну а реальность? Реальность, как это часто бывает, превзошла самые смелые наши фантазии. Посмотри, как вкусно! Дирога, бонности, кирешки, крузет. Ныряй в свежесть. Регистрируй коды. Решайся. Попробуй. Вкусно. О, окрыляет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты научил людей жить лучше. Ты изменил жизнь других людей. Спасибо тебе. И я желаю тебе замечательного юбилея. На Западе Михаила Горбачева любят, а у нас не любят за одно и то же – за распад Советского Союза. Конечно, Горбачев с вызывающим празднованием своего юбилея в Лондоне хорошо подходит на роль отрицательного героя, если бы не одно «но». Его нет во власти уже больше 20 лет. А мы опять построили в собственной стране что-то такое, чем вряд ли можно гордиться. Что же мы тогда не поделили, разорвав любви и живую нить? И зачем рыскам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? Большинство жителей России считает, что в нашей стране от них ничего не зависит. Этот факт выяснили социологи. Со своей-то жизнью я как-нибудь разберусь, думают люди. А уж деревня или город, а уж тем более страна – это нет. Пусть власть там как-нибудь сама со своими проблемами разбирается. Ну что же, думает власть, спасибо. Буду делать так, как мне удобнее. Поэтому в нулевые власть сделала так, как ей удобнее. При молчаливом согласии абсолютного большинства наших граждан. За кого они держат своих сограждан, втюхивая им вот эти северокорейские огромные отчеты со съездов Единой России? Эти выпуски как бы новостей под девизом «И это все о нем». Программу «Намедни» Леонида Парфенова закрыли на НТВ в 2003-м. Спустя 8 лет в декабре 2011-го Парфенов стал одним из лидеров общественного протеста. Вот это-то и не может понять власть, что даже если и были прежде заслуги. Есть люди, которые власти за эти нулевые годы благодарны. Но они говорят, что мы в десятых не хотим жить, как в нулевых. Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Я сидела на этом съезде как раз с близкой подругой, которая сейчас на корреспондент «Гардиан». И мы с ней сидели и думаем, будет там съезд КПСС, это будет очень скучно. И вдруг мы понимаем, что происходит, что Медведев, что сидящий президент Медведев с трибуны предлагает свой пост своему премьер-министру. И у нас просто отвалились честь. Если мы так на друг друга посмотрели, серьезно что ли? Выходят два человека, там вот перед ними сидит политическая элита страны. А они не знают, какое будет решение. Им раздали проект бюллетеня, ну то сказать, кандидаты в список, где пустая первая фамилия. И вот они выходят и говорят, все, мы решили поменяться. А представьте, каково тем людям, которые сидят в этом зале. Потому что какое бы решение они приняли, они должны сказать, какое мудрое решение. Очень ожидаемое, очень правильное. И оно, несомненно, в интересах Российской Федерации. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не кричь, когда судьба себя ведет, не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди, дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди, дорогою добра. То есть просто люди увидели, что у них за спиной сговорились руководители. Вот, оказывается, сговорились даже не сегодня, а четыре года назад. Вот, и дурачили, в общем, им голову на протяжении этих лет. Вот, какой тандем. Вот, какой самостоятельный роль Медведева, если, оказывается, все было решено. Вот, и люди почувствовали себя обманутыми. И вот тогда начался рост, ну, условно говоря, оппозиционных настроений. Жульки и море! Жульки и море! Жульки и море! Жульки и море! На самом деле выстригалось такими большими садовичами ножницами, выстригалось все, что в этой клумбе «Единой России» не помещалось. То есть любые, как они считают, сырники, вся эта цветущая сложность политическая, они всю ее вырвали на корню. Вот, и, собственно, мы пришли к тому, к чему пришли, когда на площади Болотной забираются люди с совершенно противоположных политических взглядов. Стоит Шандерович, стоят люди со стягами «Святая Русь», стоят там центристы, стоят коммунисты, кто угодно, потому что всем уже не нравится. Жульки и море! Жульки и море! Любому нормальному человеку понятно, в чем была претензия Болотной. В том, что накидали бюллетени. Это кто кидал? Центральное разведывательное управление, что ли, кидало для того, чтобы спровоцировать их выйти? Ну, тогда оно очень умное. Тогда, значит, оно было нанято «Единой Россией». Это вот такая логика извращенная может быть. Обратите внимание, председатель комиссии заполняет избирательные бюллетени. Такая наглость, что я даже никогда такого не видел, не слышал, и не думал, что такое может быть в принципе. Как люди, учителя школ могут вкидывать бюллетени, там, убегать с протоколами или там еще что-то делать, там, ну, то, что происходило. Тошмар. Эти люди учат детей в школах. Ужас. Дамы и господа, добро пожаловать в Букет. Для вашей безопасности просим вас не размещать вещи в проходах и оставаться на своих местах с пристегнутым ремнем безопасности до полной остановки самолета. У вас есть этот белый? Андрей Иванов – предприниматель. Вместе с другом в Красноярске они основали успешную интернет-компанию. Первое – это модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата, создание инфраструктуры для инноваций, повышение производительности и безопасности труда. Наверное, Андрей – один из тех, кто должен был проводить в жизнь ту самую модернизацию, объявленную бывшим президентом Медведевым. В конце нулевых он принимает решение уехать из России. Было такое настроение, что надо уезжать, надо выезжать. А потом пришел такой момент, когда за, наверное, месяц или два я принял, вот момент принятия решения, месяц или два это было, я уже точно не помню, что, ну, собственно, либо сейчас, либо никогда. Получил бюллетени на этом разбирательном участке Владимир Кузьмин голосовал ранее, например, на выборах депутатов Госдумы предыдущего санцуза на прошлых президентских выборах. Знаете, я его первое время уважал, ну, как, наверное, многие. Все думали, что все разваливается, вся страна разваливается. Пришел такой сильный человек, сейчас он всех удержит, там, всех построит, все, чтобы было все хорошо, все ровно. Ну, в результате, через 5-6 лет получился такой застой. Привет, я Джулия, рада встретить вас. Ваш канал что-то снимает? Нет, ребята снимают фильм о работе иностранцев здесь. Они смотрят, как я работаю. А ты где работаешь? Я работаю в журналах Foreign Policy и New Yorker. Я хочу пожелать, чтобы... Это еще такая, получается, на каждом таком событии, на присухе, такая еще туси. Джулия родилась в Москве, когда Советский Союз доживал свои последние годы. В конце 80-х ее родители эмигрировали в США, и Юлия стала Джулией. Она вернулась в Москву в конце нулевых и работает обозревателем американского журнала New Yorker. Давайте скажем о том, главный логов, который сейчас пригласил Крепель Явлевский. И нет никого, который так ненавидит Россию и своих граждан, как правительство, которое сейчас идет в Крепле. Это вы? Я. Добрый день, да. Это правда вы? Правда. Раньше тоже были вы, да? И я был раньше, да. Ой, Господи, спасибо вам большое за все, огромное спасибо. Путин едет по стороне, на серебряном коне. Путин всем людям поможет, дай ему здоровье Боже! Политик без политической истории. То есть, знаете, как в банке говорят, кредитная история, да? Вот у него не было этой кредитности. Кто, откуда человек взялся? Хуй с места Путин. Довольно неожиданно у нас произошла очередная отставка правительства. Сегодня президент сказал, что видит вас своим преемником, желательным преемником даже на президентском посту. А это уже означает большую политику. Вы к этому готовы? Мне уже задавали этот вопрос. Было бы совершенно нелепо ответить, что не готов, если президент так сказал. И тогда население говорило, что ну да, да, мы ничего там про него не знаем, но не можем сказать ничего плохого и очень надеемся. У большинства населения от образа Путина не рождалось ощущение угрозы. Вот власть, которая не несет ощущение угрозы, это довольно важно для России. Группа сотрудников ФСБ, направленная вами в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется. Путина поддерживала значительную часть либеральных деятелей. Вы помните эти бесконечные разговоры о том, что нам нужен новый пиночет? Вот русский пиночет. Они думали, что вот эта жесткая рука, она будет хватать за горло кого-то другого, но не их. Так, слушайте, они там меньше всего должны радоваться. Нет, вы тоже, международные. Я им каждый день говорю, что у них отставка скоро. Так все, если президент избран, они уже отставки. Поэтому завтра будет обычный рабочий день. Путин обусловлен тем курсом, в который он верит в жизни. Он верит в либеральную экономику, во вхождение на Запад и сильное государство. Сильную власть. Вот он верит во все это вместе. Что произойдет тогда, когда он поймет, что все это вместе не реализуется? Путин, несомненно, консерватор. Он очень скептически относится к человеческой природе. Вот эта вот знаменитая статья Путина в русском пионере на тему того, как увольнять людей. Типа, да, министры у нас плохенькие, поставим других, будут еще хуже. И слушать, лучше ушать. Прежде чем кого-то выгнать, уволить, надо сделать все для того, чтобы заставить человека работать. Путин является лидером очень большой группировки, причем эта группировка, она не только связана, как там считают, с питерскими и так далее, а очень большой общероссийской, так сказать, группировки бюрократов, олигархов, там, не знаю, различного рода деятелей. Он ее лидер, безусловный, так сказать. И это всегда опасно. Даже если он самый идеальный человек на земле, даже если он самый умный человек на земле, но это опасно. Опасно вот эта вот бесконтрольная, практически абсолютная власть надо всем. Я бы воздержался говорить о том, что Владимир Путин куда-то уходил. Он не уходил, он пробовал три срока, да, там, два срока в качестве президента, один срок в качестве премьера. А сейчас мы станем свидетелями церемонии настолько публичной, настолько и личной. Мы, конечно, можем только догадываться, о чем сейчас думает Владимир Путин. Он покидает президентский корпус Кремля. Ну, сейчас он идет там на свой четвертый срок. Он просто не хочет уходить от власти. Он хочет оставаться там, ну, еще какое-то время. Может быть, пожизненно. Мы же не знаем, что у него в голове происходит. Мне в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь буду... Вы зря смеетесь, я говорю совершенно откровенно. Не могло присниться, что я когда-нибудь буду участвовать в выборах. Потому что мне кажется, что это абсолютно бессовестное дело. Я свою задачу в этом смысле вижу не в том, чтобы вечно сидеть в Кремле. И чтобы, знаете, на экранах телевизоров по первой, по второй, по третьей программе все время показывали одну и ту же физиономию. А в конце директор ФСБ говорил, крутите на первые три канала. В этой связи хочу вам высказать слова благодарности за положительную реакцию на предложение баллотироваться мне в качестве президента России. Для меня это огромная честь. Помните, в этот вопрос мне кто-то задал, там, а какие молодые политики есть в стране? Он сказал, что вот есть Дмитрий Медведев, да, еще есть, но фамилии не скажу, да. То есть человек сначала проехался катком таким по политической системе России, закатал всех, кто мог высунуться выше, там, усредненного асфальтового уровня, там, таким бетоном. А потом говорит, знаете, политиков в стране нет, вот я один политик, который может, там, этой страной управлять. Вам не хочется оставить политику со всеми проблемами и пожить уже для себя, для детей, для семьи? Ну, отдохнуть, наконец? Нет. Не дождетесь. Демонизировать одного Путина не надо, это просто наше вот отечественное, сумрачное, костное против прогрессивного. И это было всегда, начиная с Ивана Грозного, поэтому, ну, что тут нового? Покатаемся по городу Отвези меня, пожалуйста К мосту Ближе, ближе Здесь я дышу Дорогие друзья, фильм, который вы сейчас посмотрите, посвящен бадминтону. Бадминтон – это такая игра, которая, вроде бы, известна почти всем. С другой стороны, по-настоящему играть бадминтон могут немногие. Он выступил на Ярославском форуме с речью, которая, безусловно, является речью кандидатов в президенты Российской Федерации. Причем от либерального спектра. У нас есть люди, которые считают, что желательно всем выстроиться в одну линию. И, как принято говорить, стройными рядами идти в светлое будущее. Я уверен, что это не просто не нужно. Это очень вредно для нашей страны. Ну, абсолютно очевидно, что Очень влиятельные круги Российского общества это не устроило. Они нашли своих спикеров, нашли свои проходы к Владимиру Владимировичу и произошло то, что произошло. Медведев, как президент, Да, он не выстроил свою команду. Он, вот его как вставили в случайно освободившееся место президента, вот он посел в это кресло, но ему не разрешили быть реальным президентом. И он не захотел этого делать. Год назад появился мой видеоблог. Весной он стал частью живого журнала. Это уже серьезный срок. Пора подвести итоги. Медведев слабый, безвольный человек. Именно поэтому Медведев был избран местоблюстителем в силу своей личной слабости. И за 4 года он доказал свою полную политическую импотенцию. Медведев перфекционист. Медведев хочет, чтобы вот все было самое лучшее, самое замечательное, самое... Если не самое лучшее, то хотя бы видимость самого лучшего. Давайте все скажем, что оно самое лучшее, и как-то мы все будем в это верить. Такое счастливое, незамутненно счастливое лицо, когда он на этих международных саммитах среди лидеров других стран. То есть вот... Ну это классно же, ребята. Что еще надо вообще в этой жизни? Там проблемы какие-то возникают, коррупция. Сейчас я приму программу. Что, до сих пор коррупция? Да ладно, бросьте. Мы же программу-то приняли. Вы что? Вернись, мой друг. Мне грустно без тебя. Вернись, мой друг. Мне грустно без тебя. Вернись. Здрасте. Заходите. Родилась я, конечно, в роддоме, но выросла я... Выросла как раз в этом подъезде на седьмом этаже. Здесь в этой квартире жила моя прабабушка, потом бабушка. Уехали мы в 90-м году в штат Мэриленд. Когда мы уезжали, это был конец апреля 90-го года, уже осталось, собственно, совсем чуть-чуть, да, до распада. И друзья моих родителей, ну, вот, взрослые мужчины, просто в голос рыдали, там, и дедушка в голос рыдал, потому что всем казалось, что все, уезжает навсегда. Когда я в Штатах жила, я думала, что у меня более такой, ну, с русским оттенком, склад ума. Приехала сюда, поняла, что я совершенно американка, что многие вещи меня здесь шокируют. Например, что... женатый мужчина, например, очень открыто к тебе клеится. И когда ты говоришь, вы что, у вас жена, там дети, они тебя смыли, как будто совершенно дура. И они говорят, ну и что? Ну ты же не нравишься? Вот здесь наш офис. Здесь мы будем заниматься недвижимостью, он еще не до конца готов. Здесь вот будет комната для тайских сотрудников, тут уже мебель есть. Государство гораздо проще относится к предпринимательству, чем в России. По крайней мере, не мешает, не делает никаких сложных процедур. И не регулирует, что самое главное. Ни в одном кафе никогда, я думаю, здесь не видел, что какие-то пожарники или санэпидом станции или что-то подобное было. Премьер-министр принял участие в церемонии ввода в опытно-промышленную эксплуатацию четвертого энергоблока. Ну раньше я думал, что, ну может быть, Путину не до этого, может он не может там разобраться с конкретными какими-то случаями. Ну а потом, потом пришло понимание, что все-таки там один за всех и все за одного. круговая порука и все-все-все в курсе, все-все знают и ничего не делают, потому что свое ближайшее окружение Путин в тюрьму не будет сажать. Это стало ясно. Граждане-судьи, может быть, я и неправильно действовал, но от чистого сердца. Я не мог этого терпеть. ведь воруют, много воруют. Любой московский риэлтор расскажет вам, что больше половины элитных квартир в Москве покупают чиновники и связанные с ними лица. В нашей стране каждый знает, что абсолютное большинство государственных служащих живет не только на зарплату. Знают об этом и высшие руководители страны. Но сделать с этим ничего не могут, даже если захотят. Потому что управляют государством в значительной степени не они. Управляют новый класс бюрократии, который за годы стабильных нулевых вырос и укрепился настолько, что вышел из-под контроля не только общества, но и самой верховной власти. Сейчас коррупция 300 миллиардов долларов в год. 25% ВВП страны расхищаются чиновниками. Это вообще немыслимое дело. Ну а как с ней бороться, если первые лица воруют? Первые лица страны, первые лица регионов, первые лица городов, первые лица районов воруют все. Открыто. Бизнесы записывают на жен, на детей, на племянников, на братьев. Открыто. В любой нормальной стране это уголовка сразу. У нас это в порядке еще. Почему это сложилось? Ответ очень простой. Потому что политические руководители страны считают это допустимым. Вот есть очень известный лидер Сингапура Лик Уан Ю, человек, который победил коррупцию в стране, которая была корруппирована точно не меньше, чем Россия. И стандартный вопрос, который ему всегда задают, расскажите, как победить коррупцию, он говорит, очень просто, начните с того, что посадите трех своих друзей, вы точно знаете, за что, и они знают за что. То есть, если лидер не хочет, чтобы страна была корруппированной, то страна воспринимает этот сигнал, и подчиненные, друзья, знакомые, они тут же понимают, что этого делать нельзя. Если лидер смотрит на это сквозь пальцы, если он считает, ну пусть, ну подумаешь, а где я возьму честных, поставлю честного, а он через неделю тот же самый начнет воровать, это означает, что он в принципе разрешает воровать всем подряд. Нынешняя организация работы госаппарата способствует коррупции. Любые административные барьеры преодолеваются взятками. Чем выше барьер, тем больше взяток и чиновников, их берущих. Что делают центральные, федеральные органы на местах, на территориях, это просто ужас. До сих пор, ведь невозможно, месяцами невозможно начать собственное дело. Ходить в каждое учреждение, нужно ходить со взятками. Проблема в том, что сырьевая экономика, если сырье открыто в стране, где такие политические институты, демократические институты еще не построены, то сырьевая экономика на самом деле увеличивает вероятность того, что страна так и не построит эффективное правительство, эффективное государство, подотчетное, некоррумпированное. И таких примеров, к сожалению, много. Россия не единственный пример страны, в которой вот эта сырьевая рента привела к тому, что не удалось пока справиться с коррупцией, не удалось пока поставить власть под контроль общества. Напомню случай с Елисейским гастрономом. Я был свидетелем этого всего. Андропов пришел, найдите мне один случай такой, чтобы все поняли. Нашли гастроном этот, расстреляли, начали ходить там смотреть в массовом порядке, а что происходит. За 11 месяцев национальная производительность труда общая национальная повысилась на 14%. У нас такого роста не было никогда. Потому что люди поверили, что все, да, вот с коррупцией будет нулевая толерантность. Мы будем сажать и стрелять. Этого не надо делать, но китайцы этим занимаются каждый день. Что делает правящий класс России? Он использует ее возможности, природные ресурсы для, прежде всего, самообогащения. И то, что у нас произошло в конце 80-х, 90-х годов номенклатура, выбросила вон коммунистическую идеологию, коммунистическую партию, запреты, которые так или иначе ставила коммунистическая система на личное обогащение. Стала обогащаться, стала собственником. Конечно, это трагедия России. Конечно, это трагедия России. Вот все говорят, там, Путин, Медведев, это же лидеры, да? Лидеры же, у них есть опорная база, есть тот класс, на который они опираются. Это класс убийца, класс пожиратель, прорва, который занимался только тем, что пожирал народ. Китайский класс предпринимателей был занят развертыванием и служил Китаю, или его заставили служить. А здесь был создан класс убийцы, этот класс потерял сду. Обещаю, что буду вести себя скромно, как самый обычный сотрудник Газпрома. Не просто тупо деньгами швыряться, а осторожно, чтобы не выделяться. Куплю часы швейцарские, золотые, ну, чтобы не выделяться, чтобы как все остальные. На них бриллиантов штук 10, 15, иначе сразу начну выделяться. Еще такой небольшой Мерседес С-класс, чтобы быть как газпромовцев серая масса. Не Майбах и даже не АМГ, а скромно, простенько, для души. Еще на Рублевке построю три дома, ну, чтобы не отходить от традиций Газпрома. Лично мне бы хватило и двух, но что делать? Корпоративный дух. Не хочу быть миллионером, не хочу быть миллиардером, я хочу быть акционером ОАО Газпром. Борьба с так называемыми откатами может сэкономить до 10% федерального бюджета. Жесткий контроль за госзакупками должен стать одним из приоритетов. К этому призывает Владимир Путин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Москве больше тысячи мегалок официальных. Я не знаю, сколько там за бабки еще ездят, но официальных больше тысячи. Каждый день 10 миллионов человек часами стоят в пробках и видят, как мимо них эти членовозы с мегалками ездят туда-сюда. Естественно, это вызывает дикое раздражение. Никакой рациональной потребности в этих мегалках не существует. Абсолютно. Это просто понты. Песня «Волог Senhor III» В первый раз вот синяя ведерко на крыше, кстати, общество было показано на автопробеге в защиту Щербинского. Когда в 2006 году Щербинского обвинили в гибели губернатора Евдокимова, который летел там на бешеной скорости по встрижке, а Щербинский просто поворачивал налево, ничего не нарушая, но в то же время его обвинили в смерти Евдокимова. И ему дали реальный срок. После этого народ поднялся с девизом «Все мы Щербинские!» То есть каждый понимает, что он мог оказаться на месте этого Щербинского, попасть под мигалку, и тебя же и обвинят. ЕКХ 954 Беги тебе в голову выкричь, жаль, бейтург! Для них любая полоса, по которой нет, это своя полоса, а все другие должны уходить с этой полосы, уворачиваться куда угодно, а у них своя полоса, своя дорога. Пусть она даже встречная, но это своя. Мы хотим сделать так, чтобы наконец в России был отделен бизнес от власти и была подавлена безумная, безграничная коррупция, которая сегодня окутала всю нашу страну. А сейчас есть кто-то на политическом поле, который вам симпатичен или близок к вам следам, который ваши взгляды отражает? Ну, Навальный, наверное, ближе всех. Он, по крайней мере, единственный человек, которому хочется верить. Здрасте! Добьетесь? Все после митинга. Конечно, добьем. Здрасте, а не боитесь, что снова вас на 15 суток заберут? Если будем Кремль штурмовать, мы их сами всех заберем на 15 суток. Алексей Навальный стал известен благодаря интернету. В декабре 2010-го он запускает антикоррупционный сайт «Распил», на котором публикуются многочисленные факты воровства бюджетных денег. Навального запрещено показывать на всех федеральных телеканалах. Такое сложно представить в 21 веке, но это факт. Я думаю, что коррупция... Я думаю, что коррупция... ...has been a constant irritant. Every day, you open your morning newspaper and read about somebody stealing another billion dollars. And you realize that nobody is going to be punished. There will be no trial. Не будет судов. Секунду. Как раз Навальный, между прочим. Да, вы что? Понятно, что Навальный – это фигура совершенно нового типа, нового поколения. Общественный деятель, который сделал себя без какого бы то ни было административного ресурса, безо всякой оглядки на власти, даже вопреки этой власти, он просто нащупал ублевую точку, которая страшно беспокоит общество, и предложил современную технологию, как с этой проблемой, ну, что называется, работать. В этом смысле Навальный – это первый, в общем, в России общественный деятель 21 века. Вот не думай же ты, Алексей, что Медведев заинтересован в коррупции, а ведь он тоже просит 94-го закона. Думаю. Абсолютно думаю. Панфилова здесь сидит, спросите у нее про дело Даймлера, и она вам расскажет, что президент Медведев на Даоцком форуме, глядя в лицо, в глаза там всей стране, просто нагло врет, что американцы не передали какие-то документы по делу Даймлера. Когда все знают, что их передали. Потому что он не хочет этих расследований, потому что за эти расследования в тюрьме будут сидеть люди из ближнего окружения Медведева. Поэтому не расследуется ни одно дело, по которому он заявил, ваш Медведев любимый, ни по Магнитскому, ни по Транснефти той же самой. Нету у нас политической воли для того, чтобы бороться. Ее просто нету. Мне кажется, наше общество созрело для того, чтобы Навальный шел дальше, чем просто ведение блога. Они меня могут обвинять в чем угодно. Я живу здесь, в районе Марино. Мои дети живут здесь, в районе Марино. Моя жена живет здесь. В отличие от всего этого Жульяо, которые дома в Англии, в Испании, везде. Я живу здесь, мои дети здесь. Я хочу жить здесь и продолжаю жить здесь. Я не позволю этим скотам, которые нас обокрали, нас ограбили, во-первых, нас в чем-то упрекать. Я не позволю дальше им узурпировать власть. Что я не скажу? Вот когда вы меня к ней пропустите, я скажу, что вы скажете. Здравствуй, Юля. Я вернулся. На войны! На войны! На войны! На войны! Окей, напоследок. Женой. Мы хотим мигалок? Нет! Мы хотим привилегий? Нет! Мы хотим пить нефть? Нет! У нас украли наши голоса. И мы пришли сюда сказать, верните то, что наше! Могу куда положить на скайп? Моя последняя статья, которая вышла про Навального. Как называется? Нет импакт. Пока я ехала в метро обратно из его квартиры, я с удивлением думала о тех рисках, которым он себя подвергает. Когда мы впервые встретились в суши-баре возле его офиса, он говорил о трусости либеральных российских бизнесменов. Они слишком боятся, чтобы восстать против государственной коррупции, говорит Навальный. Сейчас мы идем в любимый Драгомиловский рынок, куда я еще в детстве ходила. Мне надо просто сапоги починить. Четыре года до Москвы жила в Нью-Йорке, где вот эти, ливневые канализации по улицам. И нету вот таких луж, таких океанов, где надо тщательно продумать маршрут каждый раз, когда ты улицу переходишь. Ну, для меня Россия – это, наверное, какой-то, как для многих иностранцев, наркотик, только для меня такой родной наркотик. Это, не знаю, наверное, как близкий, сумасшедший друг, с которым ты очень тесно дружишь уже много лет. И он тебя бесит, но тебе с ним интересно. Уедешь или вернешься? Уеду. Уеду, точно. Но вернусь, точно. Давайте я вам пока расскажу тут про улицу, да, про нашу. Тут живет очень много русских. Да? В принципе, да. Живет одноклассница моя как раз. Совсем недалеко. И люди занимаются тоже вдвое туристическими агентствами. Кто-то гидом работает, кто-то работает в ресторане. Здесь половина домов занята разговаривающими людьми. Расскажи мне про Австралию. Мне безумно интересно. Может, в этом самом месте Я решусь и брошу якорь. И в беседах с океаном Я даже не столько приехал именно в Таиланд, а я просто хочу уехать из России. Когда я вижу, что в России налоги платим, а качество жизни как не было, так и нет. Ни обустройства, ни здравоохранения, ни образования. И меня, как человека, просто коробит, как эти деньги потом тратиться. Куда они уходят. И вот это, наверное, подталкивало. Я не обвевал желание работать в России и поднимать бизнес. Ну, отдыхайте вам счастливо, отдохнуть. Да, давай. Люди уезжают, потому что им надоело заносить силовикам санэпидстанции, администрации всякой. Им надоело разбираться с бандюками и с ментами, которые хуже бандюков. Им надоела плохая экология, поборы, затхлость общественной жизни, бешеные цены. Ну, с какой я, кстати, вот кофе здесь стоит вдвое, втрое больше, чем в Праге, вдвое больше, чем в Париже. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Рижская. Мы же проводили целую серию исследований о настроениях на отъезд именно наиболее благополучной части населения, самой молодой, самой благополучной. Они чувствуют себя несощащенными раз, они не видят перспективы для детей два, и они еще молоды, они еще могут много сделать и хотели бы это сделать, а чувствуют, что здесь, в этих условиях, они уже сделать не могут. По нашим оценкам, это сотни и сотни тысяч людей. В общей сложности может быть порядка полутора-двух миллионов. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Андрей Лошак получил ТЭФИ как лучший телерепортер в 2003 году. Спустя пять лет его фильм о разрушении старой Москвы был запрещен к показу на НТВ. Типичный московский парадокс. Деревянный дом 19 века, в котором действительно некоторое время жил художник Попов, снесли. На его месте построили каменный новодел, водрузив прежнюю табличку. С чего началась цензура? Я прекрасно помню, ну, на НТВ, закрытие проекта куклы. Потому что Путину нужно было создать образ супермена, именно мужика, мачо. Мачо не может быть смешным. Кошмар какой-то. Просто кошмар. Это же мои сны. Политические силы потеряли управляемость. Сбывшийся кошмар. И потом, когда закрыли намедение, два месяца там как бы прошло, а там все вообще уже по-другому. И какие-то ходят цензуры, ну, которые называются редакторами. Но это люди, которые выполняют определенную задачу, чтобы люди не говорили лишнего. Обложка американского журнала «Тайм» заголовок «Здравствуй, товарищ». Статья номера объясняет значение слова «силовики» и далее оно используется без перевода. И все. Я поразился, конечно, как быстро наступает этот совок. И все ходят, и да, ну да, вот что. Так, как в Селеве, да. В самом начале нулевых произошла трагедия личная для очень многих людей, работающих на НТВ и в медиамосте. Мы написали свои заявления, сейчас положили три десятка этих заявлений об увольнении. А для многих было злорадство, что разгромили одну из лучших телекомпаний, неважно уже даже по каким причинам. Ну и дальше, конечно, тотальная цензура, которая все больше и больше укоренялась на федеральных телеканалах. Недавно парень приехал с одного канала интервью брать про политику, а с этого канала никто не приезжал лет шесть. Я говорю, может, вам Николай Иванович Решков нужен? Может, вы перепутали? Нет, 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 вот вы. Я говорю, замечательно. А оно выйдет? Он говорит, да, 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 я уверен, выйдет. Сняли интервью про политику, жесткое. Он уехал, звонил, говорит, Владимир Александрович, вы были правы, запретили интервью. Ну, классические примеры. Пока Прохоров был лидером партии «Правое дело» по приказу Кремля, его показывали из каждого ящика каждый вечер. Потом, когда он разругался, он исчез. Сейчас он снова, значит, с Кремлем договорился, что они его двигают на президентские выборы, опять он появился в ящике. То есть люди появляются, исчезают, появляются, исчезают просто по команде из Кремля. Зарплаты учителей должны достичь среднего уровня по экономике в их регионе. Такое поручение Министерство образования и науки дал Владимир Путин. Единственное, что меня всегда поражало, неужели самому не тошно? Вот он говорит, что ему показывают на кассетах выпуски новостей. И вот он видит все время одно и то же, как он садится, вот такого столика с этой стороны садится Министерство, и он ему говорит про 10%, тот говорит, что это хорошо, он говорит, что выйдут на 12%, он говорит, важно, чтобы было под контролем, он говорит, будет под контролем Владимир Владимирович. Подняли зарплату на 30%. Вот этот процесс надо продолжать. Все 83 соглашения подписаны регионами. Программы написаны, средства выделяются. В этом году доходы бюджета рос в 19%. Вот это вот зрелые государственные мужи, которые под одну камеру занимаются этим детским радиотеатром, им самим-то не тошно? Я вот кудренно хочу об этом спросить. Я включаю телевизор, а там опять оно смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Героиня спасла весь мир в одиночку и ни капельки не устала. Резво скачут рекламные блоки, на куски разделяя кино. Все влюбленные вместе, все плохие подохли. Вот оно, унылое говно. Унылое говно. Вы все еще смотрите телевизор? Не стреляйте, я всего лишь робкий шаг. Не стреляйте, я всего лишь робкий шаг. И сдох перед остановкой. Не смотрите. Эти шрамы не про вас. Не для ваших грустных глаз. Не миловка. Грозный Сити Один из грандиозных строительных проектов, реализованных на Северном Кавказе за последние годы. Есть, конечно, некий в этом парадокс, потому что вот в Кавказ вкладываются огромные деньги, которые не вкладываются ни в Тверскую область, ни в Красноярскую, ни в Рязанскую, ни в Тульскую. Многие регионы России просто прозябают в нищете, а в Чечню вкладываются просто сверхденьги, огромные средства, и она действительно цветет. Попытка умиротворить Кавказ, сказать, мы вам дадим сколько денег, сколько вы хотите, делайте что угодно, покупайте предприятие, захватывайте собственность в Большой России, интегрируйтесь таким вот образом. Она ни к чему хорошему не приведет, потому что аппетиты растут во время еды. Это кортеж Рамзана Кадырова. В нем больше полусотни автомобилей, в основном премиальных марок. Вот они едут на свадьбу к другу Кадырова, Руслану Байсарову. А это стреляют из автоматов вверх, просто от радости. Хаммеры, Порш Каены, БМВ, Мерседесы. Нетрудно догадаться, на какие деньги куплены все эти машины. Вместе с тем никто не слышал, чтобы в Чечне кого-нибудь осудили за коррупцию или нецелевое использование федеральных денег. А девиз «Хватит кормить Кавказ» объявлен в нашей стране чуть ли не экстремистским. Кавказ – это такое увеличенное, но тем не менее зеркало России. У нас тотальная коррупция, и там тотальная коррупция, помноженная на 10. У нас вбросы в урны во время любых выборов, и там уж доведено все это до абсурда. Кавказ, он отражает Россию в том виде, в каком она существует. Внимание! Глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Те, кого это раздражает, это скорее персонифицировано в образе Рамзана Кадырова. Если бы там был человек, который несколько скромнее себя вел, а не делал из себя такого чеченского царька, более благодарно и почтительно относился к старшему брату, я думаю, что, может быть, раздражения было бы меньше. Ты оставила мою мощь, мою пыль, мою пыль. Мне приснилось небо Лондона Мы летели вовсе не держась Кто же из нас первый упадет Сейчас подождите, я не могу всем раздавать, у меня там 10 рук Я в свое время написал об этом один текст, на который очень ополчились российские националисты Они сказали, что я просто предатель, я написал, что гастарбайтеров нужно усыновлять Значит у них должны быть медицинские книжки, у них должны быть полисы, у них дети должны учиться в школе И это нормально, в этом нет никакой большой проблемы, так или иначе так было всегда Проблема в самом государстве Государство, которое легализует нелегальную миграцию Потому что нелегальная миграция это сверхдоходы как минимум московского чиновничества У нас все живут полными мигрантами, которые получают 10% от стоимости своего труда записанного в трудовых договорах У них там условная сумма 100 тысяч, они получают 10 тысяч на руки и все всем выгодно Все на них жируют и живут Движение против нелегальной миграции, которое возглавлял Александр Белов, было объявлено экстремистским и запрещено Таким незамысловатым образом с помощью запретов в нулевые власть решала многие проблемы В том числе и проблему растущего национализма Если взять каждого мигранта в отдельности, он может быть замечательным человеком А большие цифры о чем говорят? До 100 тысяч смертей в год, например, героиновой передозировки от героина Канал единственный 99% героина идет через Таджикистан Через открытые границы, через мигрантов Вопрос, дружба с Таджикистаном и благополучие таджикских семей Действительно ли должны оплачиваться Российской Федерации в таком объеме? Вот с 40 до 100 тысяч смертей в год умирают молодые люди Да, иммигранты представляют реальную угрозу физическому выживанию моего народа Охренеть! Охренеть! Я в шоке вообще! Вера, ну все, и за вас сейчас все происходит! На самом деле Россия, ну мы говорим, наш многонациональный народ Россия, это моноэтническая страна Где вообще-то русских более 80% Надо дать возможность зарегистрироваться нормальной, умеренной националистической партией Пусть они получают свои 10-15% Это нормально Пусть они создают баланс, но они дают выплески в этот пар как-то выпустить А иначе он купится и, ну, до резни же дойдет, это невозможно Один за всех и все за одного! Масква-мечурок! Масква-мечурок! Пожалуйста, не умею Или мне придется тоже Ты, конечно, сразу в рай А я не думаю, что тоже Хочешь, море с парусами Хочешь, музык новых самых Хочешь, я убью соседей Что мешает спать Наши чены могут совершать все, что угодно с ангушами, с дагами А почему им можно, а нам нельзя? Почему пятерых из шестерых убийц того же Сверидова отпустили сразу же? Почему? Именно националисты, а не нацисты Потому что националисты были... Я не скрываю свои лица Националисты были Лермонтов Были генерал Ермолов Националисты это тот человек, который любит свой народ и свою родину А не тот, который ненавидит другие нации И вот и все Мы тоже хотим свободных выборов Мы тоже хотим участвовать в выборах Мы хотим, чтобы русские националисты допустили до выбора Мы хотим, чтобы мы могли выйти на выборы И люди бы сказали свое отношение к нам Хватит кормить Кавказ! Хватит кормить Кавказ! Слава Руси! Слава Руси! Я вырос в бабушке в деревне Я читал книжки про наши сказки Мне нравится Россия, я люблю ее И мне страшно здесь жить Потому что я еще помню время, когда я ходил в школу И не боялся, меня родители отпускали одного А вот мой ребенок, ему сейчас 8 лет Я не могу его отпустить в школу одного Мне страшно Русская партия! Русская партия! Фактически после манежки Впервые было медведем произнесено слово русский В открытом эфире То есть они стеснялись, боялись Хотя бояться ничего не нужно На самом деле национальные окраины вполне себе нормально Себя чувствовали и чувствуют И более того, готовы себя осознавать Частью русского общества, русского мира Причем даже самые такие, казалось бы, непримиримые, как чеченцы Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вчера ночи не хотели Пробыл до утра Но пришла пора И забрался в путь По мной лапах Вот Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Окей Я по русски милю Очень хорошо Крепия кремар Не мне? Я вкусно, хорошо Они-то от чистого сердца предлагают. Ну, они, конечно, хотят продать, это их бизнес. Ну, а русский человек привык, если его начинают зазывать, он сразу же защищается, что нет, оставьте меня в покое и так далее. И многие грубят. Просто напряженность в людях русских. Все время борьба, все время нужно защищаться, бороться. Они из России приезжают, не могут расслабиться даже здесь. Но если выборы показали запрос на перемены, на изменения, на движение вперед, значит... Пропаганду, они думают, что все слушают и все верят. А сейчас люди показали, что это не так. Еще меня радует, что уже меньше люди говорят об миграции. Сейчас как-то эти разговоры пропали, и особенно после Болотной я слышала, как многие друзья были слышать. Как я классный русский народ, как я горжусь своей страной. Это так приятно, потому что это самые вот, это вот сливки общества, и они стране нужны. Даже если правительство делает вид, что они не нужны, потому что они как бы не лояльны, не свои и слишком честны. Завтра мы пойдем на проспект Сахрова, и я думаю, что будет еще больше народа, чем было на Болотной. Люди, которые были на Болотной, это люди, которые состоялись по большому счету в путинскую эпоху, в эти самые пресловутые тучные нулевые. Но несмотря на то, что они состоялись, видимо, что-то им гложет, что-то им не нравится. Ну, хотят уважения со стороны власти. И если люди хотят уважения, им это уважение надо дать. Они говорят, что, о, у тебя ленточка на презерватив похожа. Я когда увидел на экране что-то такое здесь вот у некоторых на груди, честно вам скажу, ну, неприлично, но тем не менее, я решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом. Что это такие, пардон, контрацептивы повесили. Думаю, зачем развернули, только непонятно. Вот, но потом присмотрелся, вроде нет. Путина надо пригласить, чтобы он видел, какие презервативы ему дают. Это надо же, какой скотина, елки. Мы хотим жить в честном государстве. И мы его не имеем. Мы вынуждены жить с властью, которая все время врет и все время ворует. Если раньше большинство, как бы, принимало эти условия игры, да, какие там, вы нам колбасу, мы вам свободу, то сейчас уже эти правила игры не работают, и, ну, как бы, общество совершило какой-то такой эволюционный скачок. Власть народу! Власть народу! И все такие разные, счастливые и несчастные, на этих самых разностях построен этот мир. Россия! Путин! Россия! Путин! Молодежь, ты здесь? Нет! Молодой гвардии обычные, простые, молодые ребята, которые, знаете, очень многое сделали для того, чтобы в конце жизни они себя спросили, сделал ли я что-то, чтобы критиковать или не сделал? Могу ли я сам себя спросить, умираю ли я с чистой совестью? Это то, какой я себе вопрос задаю. Это Алена Аршинова. Она один из лидеров молодой гвардии, молодежного крыла единой России. Раньше это называлось комсомолом. Мы теперь взяли на себя миссию контролировать исполнение этих поручений. Мы вам в помощь. Видимо, такие, как Аршинова, по мысли кремлевских идеологов, должны в будущем стать достойной сменой нынешней власти. Я не хочу беспочвенной критики. Очень много на Болотной площади было беспочвенной критики. Очень много беспочвенной критики мы слышим со стороны госдепа США, Хиллари Клинтон, госсекретаря. Против Путина, конечно, всякие конгрессмены и госсекретари. Единая Россия одержала, несмотря на все трудности, несмотря на весь информационный шум и усилие наших недругов из-за рубежа, убедительную победу. Мы все время там что-то боремся с какой-то мировой закулисой, и все нам Хиллари Клинтон мешает величию России. Я ни одного из этих патриотов никогда не видел в китайской тужурке, рженных в индийской саре, не слышал, чтобы они хранили деньги в Сенчуаньском народном банке. Все как-то у них со Швейцарией как-то связано с Каймановыми островами, с Виргинскими. Вот эта ситуация цинизма, которая идет прежде всего от высшей власти, приводит к тому, что Россия – это территория зарабатывания денег. А жить потом на эти деньги мы будем в каком-то другом месте. В последний момент свалим. Где-то там под парами стоит самолет во Внуково-3, и что-то здесь полыхнет. Ну, значит, наконец, скажем прощай, немытая Россия, и дальше будем жить на отмытые денежки где-то в каком-то более комфортном месте. Страна, мы гордимся домой! Такого казенного патриотизма я очень боюсь, и он страшнее фашизма, потому что фашистов мало, а казенных патриотов, желающих примазаться к распилу, очень много, к распилу проектов. Лучше самое страшное, если мы получим такое воинственное патриотическое быдлое, которое ни во что абсолютно не верит, но тем не менее собирается, орет, скандирует «Слава России», а сами в глубине души хихикают. Нет ничего страшнее цинизма, растление. Расправьте свои плечи, расправьте грудь, вдохните поглубже и скажите «Слава России! Слава России! Слава России!» У нас веб-презентация белого итальянского сухого и кислого вида «Аканти Просеку». Продается оно в гастрономику, но стоимость бутылки 600 рублей. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Играет музыка Никакой идеологии, по моему глубочайшему убеждению, у режима, который сформировался в нулевые годы, просто нет. В России в нулевые годы при политической апатии, при многих, так сказать, упадке культурных институтов, которые традиционно были сильны для российского общества, единственной ценностью стало потребление. Обязательно попробуйте наши роллы. Например, наш фирменный ролл Оки-Доки с лососем опаленным на огне. Петрович! Петрович! Иди сюда! Это было общество потребления только для нескольких процентов, потому что число нищих, бедных, недостаточно получающих что-то, напротив, росло. Разрыв между богатой верхушкой и основной массовым селением, напротив, он вырос еще. Чай горячий, кашка бесплатно, пожалуйста, подходите, кушайте, люди. Когда говорят жирные, нулевые, общество потребления, они прошли, во всяком случае, мимо меня. При том, что я академик, профессор, у меня есть возможности для существования, я еле-еле свожу концы с концами. Между прочим, далеко не молодой человек. И ничего, что не прав ты иногда, Если надо, мы дадим тебе совет. Ходишь в турпоход? Да! Хочешь миллион? Нет! Когда смотришь старые советские фильмы, уже непонятно, правда люди так думали? Или здесь больше идеологии? И эта добрая реальность существует только в кино и в воспоминаниях наших родителей. В современной жизни такого вопроса нет. Нехватку идеологии общество пытается компенсировать только деньгами. Родинсев, правильно? Невероятно, невероятно, невероятно! И тем не менее, многим без смысла жить тяжело. Например, герои книг известного писателя Захара Прилепина живут в нулевых. И мучительно ищут смысл в том, что происходит вокруг. Как правило, не находят. У меня есть товарищ такой писатель, Денис Гуцко, и он лет, наверное, 7 назад, в 2003, 2004, 2005 годах, когда мы впервые встречались. Я тогда уже был полон такого революционного пафоса. А Денис, как и многие мои товарищи, он говорил, дай людям пожить спокойно. Люди, наконец, взорвались до спокойной жизни. Вот они сейчас будут просто спокойно жить. Прошло 5-6 лет, и Денис мне сам написал, он говорит, нет, Сахар, ты был прав, потому что так жить просто нельзя, потому что, во-первых, нет никакой спокойной жизни, нет никакой социальной уравновешенности, к которой люди стремились, и вообще нет ничего в итоге. Вот тебе такая машинка, заправляй и езди на ней. Аплодисменты Павлу! Русские без смысла жить не могут. Это вот такой народ. Это народ, который способен створить чудеса, если есть великий накаленный смысл, и который все наплюет, если этого смысла нет. А ведь мы же Россия. Ты же подумай, страшно, великая страна. Просто потеряли на время духовность и для всей этой байды. А нужна простая, четкая русская идея, чтобы я мог любой суки из любого там Гарварда на пальцах объяснить, тыр-пыр, восемь дыр, и нефига так глядеть. Я не верю в то, что Россия может быть полностью поглощена потреблением. Я всегда верю, что это страна девочек и мальчиков Достоевского, которые будут искать смысл. Чтобы папа добрый был, чтобы маму мой любим, чтобы мой дружок с Сережкой мы все вместе подарили. Можно, знаете, что сказать в конце? Идите ко мне, Бандерлоген. С детства люблю Киплинга. За пару часов до рассвета, собравши зверей и толпу, На лысой горе совета разлегся великий пух. Ударьего племени воин, надежным места раздав, он сам, как удав, спокоен и тащится, как удав. Расселись издревидные надравы, как на полу, и на медленной поле. Самое неожиданное в этом году для меня, это то, это вот этот успех гражданина-поэта. Потому что мы действительно думали, что будет максимум 10 тысяч человек, это мы будем сказать друг другу, поздравляю, успех большой. А когда после первого там ушло за 300, мы были в растерянности, честно говоря. Продолжали первые 5-6 выпусков еще на дожде, чисто на азарте. Опа, нас так много смотрят, и уя, уя. Прикол такой был, как бы капустник. А потом уже, когда нас попытались запретить, не вышло. Я главный пост доверил тебе. Веселым нашим шапито. Между нами явных разночтений не замечал почти никто. Допустим, я руля державой, небрежно, левой рукой. Часы всегда нашли на правду. А он, не помню на какой. Путин и мужик. Там, конечно, просто какой-то был взрыв, потому что это был в Краснодаре концерт. И какой-то парень снял просто на айфон там. То есть это стихотворение было написано прямо на гастроли. То есть Миша его первый раз читал, ржал. Зал ржал, Миша ржал. И парень хорошо снял. Вдруг заря в колиматоры подошел комбайн в строй. А в комбайне тот, в который... А в соседнем тот второй. В куртках, в фирменной расцветке, в окружении поселян. И в руках у них ракетки. И у каждого валан. Проект «Гражданин поэт» просто от того, что над властью можно смеяться. И нужно смеяться. И правильно. Здоровье нации в том, что она может посмотреть со стороны на власть. Ну, это вот чушь собачайная. Мы с тобой на комбайнах не играли в бадминтон. Все мы делали. Чего там, забавляя всю страну. Управляли самолетом. Погружались в глубину. Нежные дружбы не таили. Пели рок. Коров доили. Твиттер, свитер, макинтоши, лыжи, танцы. Все, что хочешь. И при своеме чаши чайной был ответ произнесен. Мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон. Ни в России, ни в Союзе так не делали. Скажи. И при этом в кукурузе. Весь смешнейшийся. Я могу сказать так, что как только разрешат снова прямые трансляции, заседания администрации президента, ну, как вот съезд народных депутатов, у нас сразу зрителей-то не будет. Так что, вот так вот, власть нас кормит, получается. Все двухтысячные годы общество вполне устраивало вот эта ситуация. Этот негласный общественный договор. Мы вам даем жить, а вы нам даете воровать. Власти стало принадлежать государству. Это видно, как первые лица государства ведут себя так, что все им в стране подчиненные. Это страна их страна. У нас в Москве при Лужкове снесли центр города к чертовой матери. Что, москвичи, вот я тоже москвич, я родился здесь. Мы что, протестовали? Я себе говорю, нет. Пока до нас не допрет, до русского человека, что мы за все сами здесь отвечаем. Не царь, а мы отвечаем. Столько, сколько периодически стоила нефть, нулевые годы она не стоила никогда. Это было такое бабло, это были такие деньги. С этими деньгами можно было устроить такое, что просто мамы не горю. И вместо этого они вот там всем нажужжали в уши, что они создали огромную, чудесную, необычайную, очень мягкую финансовую подушку, которая нам позволила пережить кризис. Все это просто ужасно. Ужасно, что разводят такую огромную страну, такие огромные деньги. Триллион долларов примерно был выведен чиновниками за 10 лет из страны. Триллион долларов. А страна все это время профукла. То есть на все вот эти, как бы, на этот пиар патриотический, на все эти крики по подъемам с колен, на все эти вопли про национальные проекты, а в итоге пшик. У меня бабушка полтора года назад попала в больницу к своим бывшим коллегам, к свою бывшую больницу Боткинскую. Это одна из лучших больниц в Москве, считается. Я ей звоню, говорю, я к тебе еду, что тебе привезти? Так, мне нужна туалетная бумага, мне нужна тарелка, мне нужен нож, вилка, там куски стен просто валятся. Это на тебя гавкают все медсестры и врачи. Постоянно любят тебя пугать. Рассказывают, что ты сейчас умрешь, что все плохо. Вот меня как раз приятель спрашивало, почему я не хочу здесь жить постоянно, почему я не хочу сюда переселиться с концами. И я сказала, что я не хочу жить в стране, где я боюсь пойти к врачу. Если бы даже завтра в Волшебтое произошло, и Путин и медведя вдруг испарились, с Единой Россией вместе, вдруг сразу я бы не вернулся. То есть мне просто банально жалко времени, того, что мы уже прожили там, ожидая того, что что-то поменяется, и того, что мы еще проживем, ожидая, что что-то поменяется. Просто жалко времени. Жалко своей жизни. Ну вот и прошли нулевые. Смогли мы построить страну, которой можно гордиться. Удалось нам воплотить в жизнь хотя бы некоторые мечты нашего детства. Наверное, у каждого есть свой ответ на эти вопросы. А я помню, как в 90-м году на экраны тогда еще СССР вышел фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя». Впервые на большом экране нам показали настоящую правду о нашей жизни. Мне тогда было 18, и казалось, Говорухин обращается лично ко мне. Мы жалуемся, что они не уважают нас. А за что им нас уважать? Вон в каком состоянии мы им оставляем страну. Они презирают нашу нормированную гласность и правильно делают. Известно ведь, что полуправда хуже лжи. Они не верят ни нашим призывам, ни нашим обещаниям. Нет, ждать они не могут. Прошло 20 лет. И тому же самому Говорухину выпала честь выгодить Владимира Путина на его третий президентский срок. Наша страна развивается стабильно, устойчиво, поступательно, движется вперед, без рывков, без коренных ломок. Поэтому прошу вас, Владимир Владимирович, дать свое согласие баллотироваться на пост президента Российской Федерации. В ноябре 2011-го я вспомнил те самые слова Говорухина, сказанные им более 20 лет назад. Мы жалуемся, что они не уважают нас. А за что им нас уважать? Вон в каком состоянии мы им оставляем страну. Они презирают нашу нормированную гласность и правильно делают. Известно ведь, что полуправда уже лжи. Они не верят ни нашим призывам, ни нашим обещаниям. Нет, ждать они не могут. Чтобы остановить этот губительный для будущего нашей страны процесс, нужно совсем немного. Нужно заменить гласность правдой, тем более, что это все равно неизбежно. И нужно, чтобы молодые люди, хотя бы на примере своих родителей, увидели, жизнь честного человека меняется к лучшему, а пока они видят обратное. Весь опыт окружающей жизни, опыт родителей говорит об обратном. Честным трудом прожить нельзя. Между тем, окружающий их мир предлагает массу соблазнов. Деньги и большие деньги можно получить просто, не напрягаясь. Надо только переступить через низкий моральный порожек. Россия! 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 Дорогие друзья, сегодня очень много молодых людей пришло сюда. Это здорово! Будущее России предназвит вам. Будущее России созидает вас. Какой судакова, от кого-то свидетель, от правой дворки и едины России, а ну и отширай! Мне надо через... Знаешь, насколько здесь сегодня много, я не вижу горизонта! Молодежь здесь? Нет! Много слышно? Молодежь здесь? Нет! теперь не слышно хорошо. Я вижу, что сегодня мы пришли с каждым городом, по страну не отради. И сегодня мы празднуем день конституции. Да, наша конституция – вершиноление. На этом тоже нет вершиноления. У нас много вошло.